Выравнивание уровня жизни селян давно уже было одной из важных задач государства. И сейчас в России это по-прежнему актуально. Разработанная партией «Единая Россия» программа комплексного развития сельских территорий успешно реализуется в Краснодарском крае. И для Славянского района она дает большие возможности для развития. На встречу с сопредседателями государственной программы комплексного развития сельских территорий в Краснодарском крае были приглашены главы поселений района, представители депутатского корпуса и всех заинтересованных служб районной администрации. Заместитель председателя комитета по развитию агропромышленного комплекса и продовольствию Законодательного собрания Краснодарского края Сергей Орленко в своем выступлении очень подробно рассказал о реализации государственной программы и ее перспективах. За 15 лет участия Краснодарского края в федеральной программе на ее реализацию было выделено из федерального и регионального бюджетов более 7 миллиардов рублей. Благодаря этому более 3,5 тысяч семей улучшили свои жилищные условия. Построены почти 500 объектов газоснабжения и 113 водоснабжения. Две школы открылись 17 офисов врачей общей практики и столько же спортивных площадок по всему региону. Уже определены основные цели госпрограммы сохранение доли сельского населения, повышение доходов сельской семьи и общей доли благоустроенных жилых помещений до половины от всех на селе. Общий объем финансирования госпрограммы по всей стране в 2020-2025 годах около 2 триллионов 300 миллиардов рублей, в том числе за счет федерального бюджета 1 триллион рублей. Здесь идет разговор о том, чтобы доходность поднималась и в первую очередь в сельской местности. То есть мы должны вместе создать такие рабочие места, создать такие условия, чтобы росла заработная плата. Ну и, конечно же, доходность и рентабельность, и вся экономика сельского хозяйства не может быть без современных кадров. То есть люди должны приезжать на село, оставаться здесь, молодежь, средний возраст, независимый, высококвалифицированные кадры. В ходе мероприятия выступающие обратили внимание на главное. В центре внимания должен быть человек труда, его нужды и растущие потребности. Поговорили и наметили пути, и рассматривали вопросы занятости сельского населения, создание комфортных условий жителям села. Но без этого нельзя. Действительно, если мы будем внедрять новые технологии в птицеводцы, в сеноводцы, в скотоводцы, роботы какие-то, а сама доярка, извините, будет колоть дрова, ну это так нельзя. Тогда и производство будет страдать. На вопросы, которые прозвучали с мест, были даны аргументированные ответы. Важно вовремя и обоснованно подать заявку на участие в программе. Надо вовремя подать заявку, что мы хотим это сделать. Действительно, деньги выделены. Действительно, и в крае есть деньги. Ну, как говорят в Писании, в Библии, говорят, да просящему додают. Если мы не придем и не попросим, мы не скажем, что мы хотим, ну, под лежачий камень вода не потечет. Вот поэтому сегодня и шел вот такой вот заинтересованный разговор. Реализация программы комплексного развития сельских территорий – это эффективный инструмент для их развития. Главное, как можно полнее использовать открывающиеся возможности. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, Константин Монастыренко. Программа «События». Продолжение следует...